Добрый день! Я Константин Ронкин, президент Бостонского института эстетической медицины, и мы продолжаем телевизионную программу стоматология будущего сегодня. Сегодня я начинаю серию мини-презентаций не о стоматологии, вернее не о клинической стоматологии. Речь пойдет о проблемах, с которыми мы ежедневно сталкиваемся в повседневной практике, и это с точки зрения бизнеса в стоматологии. Как увеличить количество новых пациентов, которые могут позволить себе у вас лечиться? Как добиться того, чтобы пациенты принимали планы лечения, которые вы им предлагаете? Особенно, если это большие планы лечения с множеством имплантов, полной реконструкции, они уходили подумать или посоветоваться и исчезали навсегда? Или выплескивали на вас целый ряд отговорок, возражений, критики? И вообще, как избавиться от пациентов, которые будоражат всю клинику, постоянно недовольны, жалуются на всех, навлекают на вас судебные инстанции еще до того, как они стали вашими пациентами? Каким образом создать полноценную команду единомышленников, способные не только качественно лечить, но и эффективно работать, обеспечивая высокую доходность вашего бизнеса? Как избежать появления стрессовых ситуаций в вашем коллективе? Как правильно нанимать себе помощников и тренировать их? Как управлять всей этой машиной на основе бизнес-технологии, а не по наитию, методам проб и ошибок, и порой дорогих ошибок? Мы затронем эти и многие другие вопросы микро- и макро-менеджмента. Итак, как добиться того, чтобы пациенты соглашались с вашими планами лечения и незамедлительно начинали лечиться согласно им? Другими словами, как правильно продавать стоматологию? Ту стоматологию, в которую вы верите и умеете делать? И не по заниженной цене, а по той, что она стоит. Само понятие продаж стоматологии порой имеет негативную коннотацию. Средства массовой информации рисуют перед нами персонажи, которые продают пациенту лечение, им не показанное. Попросту говоря, разводят, втюхивают, используя ложную информацию, уговоры, запугивания и так далее. Продажи в стоматологии, о которых пойдет речь, не имеют ничего общего с этими представлениями. Наоборот, мы говорим о продажах, которые в первую очередь ставят интересы пациента на первое место. Мы говорим об искусстве убедить пациента в правильности, выбранного вами, наиболее оптимального, если хотите идеального для пациента лечения. Независимо от его стоимости, сложности и временных затрат. Мы не продаем коронки, пломбы, каналы. Мы продаем стоматологию, которая позволяет людям сохранять зубы и десна красивыми, здоровыми на всю жизнь. Избавляет их от головных болей, болей в шее, звони в ушах и так далее. Избавляет от ночного апноэ, делает их моложе, красивее и даже продлевает им жизнь. Это все то, что хотят наши пациенты. Проблема заключается в том, что для достижения этого нам приходится применять не совсем желанные пациентами вещи. Иглы, боры, слепки. Причинить им неудобства, дискомфорт и даже боль. Да еще это часто стоит немалых денег. И ваша задача убедить пациента, что это то, что ему жизненно необходимо. Как? В первую очередь мы должны владеть основами правильной коммуникации с пациентом. Как выясняется, в большинстве случаев мы не владеем технологией правильной коммуникации. Не зная ее законов, мы часто делаем грубые ошибки, приводящие к потере потенциальных пациентов, возникновению конфликтных ситуаций. Мы не всегда знаем особенности коммуникации между мужчинами и женщинами, что могло бы помочь не только в бизнесе, но и в обычной жизни. Овладев технологией правильной коммуникации, вы сможете сделать так, чтобы пациенты сами хотели проходить то лечение, которое им в самом деле нужно. В бизнес-школе Бознанского института эстетической медицины мы учим основам правильной коммуникации, которая является залогом оптимальных продаж в стоматологии. К примеру, 12 апреля этого года у нас пройдет расширенная программа «Школа бизнесов для стоматологов» с привлечением экспорта по менеджменту международного класса. Три экспорта, пять дней, одна тема. Повышение эффективности того, что вы делаете. Лечите, управляете, продаете, привлекаете. Вы получите ответы на все поставленные ранее и многие другие вопросы. И получите практические навыки, которые сможете сразу использовать в своей практике. Подробная информация на странице bostoninst.ru Итак, первым инструментом повышения эффективности стоматологического бизнеса и продаж в стоматологии является технология правильной коммуникации. У нее есть свои законы и правила, знания которых являются непременным условием успеха каждого стоматолога. Спасибо. До новых встреч на программе «Стоматология будущего» сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok